Преодолев путь почти в 100 километров, делегация из Денинского района прибыла в Нарафаминский район на молочно-товарную ферму «Рота Агроблаговещенье». Алла Саблина, совладелица группы компании «Рота», приветствуя гостей, рассказала о животноводческом комплексе молочного направления. Мощность этого проекта будет составлять около 2000 голов дойного стада. Прежде чем родился этот проект и родилась технология содержания и перемещения стада, объехали вместе все очень много сельхозпредприятий и в России, и за рубежом были. Собирали по крупицам вот эти знания, с которыми с нами, в общем-то, охотно делились люди. Ферму планируется укомплектовать с животными преимущественно европейской генетики, запланированной продуктивностью в 9 тысяч килограмм молока на одну фуражную корову. Пока осваивают комплекс животные из Калининграда и буренки Ленинского района. Чтобы надоить 9 тысяч молока, надо иметь, как раньше говорили, прочную кормовую базу. В московской области он в основном – это силостный тип кормления. Это уже мы никуда не денемся от кукурузы, но кукурузу, конечно, в колхозе Горького был огромнейший опыт, когда получали кукурузу с початками восковой спелости. Знаете, у меня какое-то второе дыхание открылось, что в это время и нашлись люди, которые сумели подобрать довольно хороший вариант вот этого комплекса. И комплекс, соответственно, очень хорошего наполнения без малого 2000 коров до иного стада – это оптимальный вариант даже по утверждению американцев. После беседы ветеранам сельхозпредприятий Ленинского района была предоставлена возможность осмотреть животноводческий комплекс. Первым стало родильное отделение, в котором сейчас размещены животные из Калининграда. В ближайшее время они должны принести потомство. В просторном помещении им сухо, светло и тепло. Эти животные, на мой взгляд, крупные, крепкие, прямая спина, хорошо отобранные. Я думаю, что из них будут хорошие коровы. А эти молодые бочки и телочки – потомство наших коров из колхоза Максима Горького. Они родились уже здесь, на базе нового животноводческого комплекса. Здесь мы видим уже групповое содержание, в том числе и индивидуальное расположение. Это более качественная выпойка, более качественное кормление. Ну и, соответственно, подготовка именно этих животных к дальнейшему воспроизводству. Делегация побывала, конечно же, и в помещении, в котором размещены дойные коровы из Ленинского района. Здесь для них все было ново, но ничего. Сейчас животные с удовольствием бегут на дойку и даже не хотят с нее уходить. В доильном отделении установлено современное оборудование карусельного типа с 60 местами для коров. Оператору машинного доения достаточно удобно обслуживать каждое животное. То есть на уровне груди находится вымя животного, которое обрабатывается средствами специальными для размягчения сосков. Потом, значит, сдаиваются первые струйки для того, чтобы определить, что с коровкой ничего нехорошего не случилось. И она способна дать нормальное молоко. Экскурсия впечатлила. И мы увидели, что нашим коровкам здесь хорошо. Я думаю, что им нисколько не хуже, чем было на территории колхоза Максима, именно на территории деревни Калиновки. Нам от души приятно, что именно наши коровы положили начало такому большому комплексу. И мы надеемся, что они будут дальше процветать. И желаем их успехов. Поездка на Рафаминск была специально организована руководством Рота Агра. Для того, чтобы развеять слухи о том, что якобы Калиновское стадо было пущено на мясо. Ветераны колхозов Максима Горького и Владимира Ильича своими глазами увидели, что это не так. Буренки живы, дают молоко и даже произвели на свет молодое потомство. Людмила Медведева, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин